В свой очередной приезд в Лобню депутат Московской областной думы Никита Чаплин выслушал наказы медиков и побывал на юбилее детского сада «Сказка». Продолжаются встречи депутата Московской областной думы Никиты Чаплина с трудовыми коллективами города и их руководителями. В течение пяти лет, с 2011 года, Чаплин курирует наш город по линии Московской областной думы. Ежегодно отчитывается перед своими избирателями. В свой очередной приезд в Лобню он встретился с медиками и, как признался, был приятно удивлен, что во время беседы врачи говорили не о себе, а о том, как эффективнее помочь людям. Надо купить новые приборы, надо купить новое оборудование и надо построить новую поликлинику. Это говорит о самоотверженности наших врачей. Эти вопросы поставлены. Наша задача теперь вместе с властями города их решать. Что же просили медики за чашкой чая? Мы поставили много задач перед Никитой Юрьевичем и надеемся на то, что все задачи, которые мы озвучили, мы вместе, вместе с администрацией города их решим. Но строительство поликлиники, конечно, это дорогостоящее мероприятие и требует включения в государственную программу. Поэтому здесь мы рассчитываем на завершение государственной экспертизы, прохождение этой поликлиники, государственной экспертизы и включение ее в 2017 год по строительству. Но жизнь продолжается и в 2016 году, поэтому мы задачи ставили перед ним с 2016 года. Но это прежде всего нам нужно в этом году приступить и завершить ремонт Луговского поликлинического отделения и детской поликлиники. То, что было не сделано было ранее, это фасад и старое здание нашей поликлиники. Это первая задача по капитальному строительству. Вторую задачу, которую мы не поставили, это нужно нам оснастить современным оборудованием наши лечебные учреждения. Это электрокардиограф, это УЗИ-аппарат, это аппарат для эндоскопического обследования больных, исследования больных, ну и другие медицинские, и другое медицинское оборудование. Из этого реального в этом 2016 году обещает электрокардиограф, который нам необходим, поскольку заболевания сердечно-сосудистой системы стоят на первом месте по заболеваемости. Вот, и возможно будет приобретено эндоскопическое оборудование. Третья задача, которую мы поставили, это, конечно, оказать материальную помощь больным, особенно больным нашим сотрудникам, которые, к сожалению, болеют так же, как и все население города. Вот, чтобы эта помощь была адресная, чтобы эта помощь была направлена конкретному больному, и от той помощи, которая будет направлена, было бы эффектное лечение. В разговоре с Никитой Чаплиным и Николаем Гречишниковым врачи и медсестры коснулись и других вопросов, в том числе и строительства северного обхода, но все-таки вновь и вновь возвращались к теме строительства новой поликлиники. Вы знаете, очень хорошее впечатление, во-первых, он более приятный вообще, чем на фотографии, доступное, русское лицо, открытое, интеллигентное, и, вы знаете, неформальный интерес к тому, что происходит в области, в стране и в нашем городе, и это чувствуется. Вы знаете, мне понравилось, как он реагирует на наши просьбы. Он в курсе всех событий, а это очень важно, понимаете. Наше, конечно, самое, то, что нас интересует, это наше здравоохранение, строительство новой поликлиники. Я не случайно сказала, что здоровое население важнее образовано, не в обиду, конечно, нашему образованию, но на самом деле город растет, а поликлиника рассчитана на 600 посещений. И это просто наша боль. В детский сад «Сказка» Никита Чаплин и Николай Гречишников заехали на встречу с руководителями городских детских садов и руководством управления образования, которые собрались в «Сказки по радостному поводу». Этот год для детского сада юбилейный. 2 февраля 2011 года была перерезана ленточка, и в лобни появилась «Сказка, которая стала былью». Здесь работает молодой и не только душой коллектив, средний возраст которого 35 лет. 137 ребятишек воспитываются в шести группах. Есть группа для малышей до трех лет с кратковременным пребыванием до 13 часов. Однако за это время, как и ребята всех остальных групп, они посещают бассейн, занимаются в музыкальном и спортивном залах. В праздничный день глава города поблагодарил коллектив за большую сказочную работу, вручил почетные грамоты и благодарности. Борис Иванов, начальник управления образования, пожелал коллективу энергии для взятия новых высот. А Никита Чаплин высказал свое очарование краснополянской сказкой. Это поистине сказочный детский сад. У него прекрасная территория, прекрасное здание, отличный инвентарь, игрушки. Но самое главное – замечательный коллектив. Это коллектив, который с душой, с сердцем относится и к ребятам, и к своему детскому саду. Поэтому у нас пятилетием сказки. Ну а что касается проблем, они всегда есть. И наша задача власти областной и местной – их решать. Сейчас мы видим две главные задачи. Это переезд, который нам надо в 2018 году открыть, и строительство поликлиники, новой поликлиники. Маленькие воспитанники детского сада приветствовали гостей очаровательным концертом.